Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, 10 августа, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 43 по 46. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона Святотроицкой Александра Невской Лавры отца Даниила. Рече Господь, ко пришедшим к Нему Иудеям, Яку отымется от вас Царствие Божие, и дастся языку творящему плоды Его, и пады на камень и сем сокрушится, а на нем же падет, сотрыт и. И слышавши архиереи и фарисеи притчи Его, Разумеши, яку, о них глаголет, И ищущи Его яти, убояшися народа, Понеши, яку, пророка, Его имея ху. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. А потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка. Данным словам Спасителя предшествовал рассказ притчи о злых виноградарях, под которыми подразумевались иудейские народные начальники. Завершив рассказ притчи, Спаситель добавил, Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. Александр Павлович Лопухин пишет, Мысль эта уже была разъяснена при помощи притчи, и слова Христа есть сделанный из нее вывод. Они имели такое ясное отношение к иудейским начальникам, что последние не могли их не понять. Плодов не нашлось в иудейском народе, подпавшим под влияние злых виноградарей. Поэтому виноградник отнимется и у иудейских начальников, и у самого иудейского народа. И все это передано будет такому народу, который приносит плоды Царства Небесного. Но, должно заметить, слова эти произносятся Христом не как окончательный суд, а как призыв к покаянию. Иудеи знали, что с их праотцем Авраамом заключен завет. Бог обещал ему, что его потомки будут составлять особенный народ, среди которого явится Мессия. И, конечно, иудеи привыкли считать себя особенными и непогрешимыми, а все остальные народы хуже себя. Спаситель хотел донести до них мысль о том, что такая самонадеянность является путем к погибели и разрушению. Говоря же о том, как определяется участь людей, Господь замечает, «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И эти слова Спасителя следуют из произнесенных им в заключении притчи слов о камне, который отвергли строители, то есть вожди иудейского народа, но который сделался главою угла, то есть стал краеугольным камнем величественного здания Новозаветной Церкви. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Это строки 117-го псалма пророка Давида. Сам Давид подразумевает здесь израильский народ, которые все презирали и отвергали, ненавидели, но они стали слугами Божьими, богоизбранным народом. Господь же обращает эти слова к самому себе. Люди могут отвергать Христа, могут отказываться от Него, могут пытаться уничтожить память о Нем, но истину уничтожить невозможно. И поэтому рано или поздно люди убедятся, что Христос, которого они отвергли, стал самым важным основанием в Царстве Небесном, поскольку им открывается вечный свет. Камень, который отвергли иудеи, это Христос, распятый на кресте и ставший судьей и царем всего мира. Об этом пророчествовал Исаия. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут и разобьются и запутаются в сети и будут уловлены. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытаний, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. Неверие грешников уготовляет им погибель, ведь они противятся Христу и ни во что ставят этот камень, невзирая на Его возвышение. Они отталкивают Его, и потому Он упадет на них и головы их сокрушит. Царство Христово окажется неподъемным камнем для тех, кто пытается опрокинуть Его или сдвинуть с места. Блаженный Иероним Стридонский замечает, «Иное дело оскорбить Христа злыми делами, а иное дело отвергнуть Его. Тот, кто согрешает и однако верует в Него, правда падает на камень и сокрушается, но не бывает в конец раздавлен, ибо через покаяние Он соблюдается во спасение. Но тот, на которого Он упадет, то есть на кого обрушится самый камень и кто совершенно отречется от Христа, будет раздавлен так, что не останется и кусочка, из которого можно было бы собрать каплю влаги». Таким образом, отношение ко Христу определяет все состояние человека и его участь в вечности. «Всякое сопротивление Господу разрушает самого человека, общество и народ. Спаситель является основополагающим камнем, на котором построено все, и краеугольным камнем, который связывает все вместе. Оказывать Ему открытое неповиновение значит быть раздавленным и выброшенным из жизни». Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что Бог доверяет нам настолько, что предоставляет свободу строить нашу жизнь по своему усмотрению, проявляя к нам долготерпение, но ожидая плодов от каждого из нас. Какие же это плоды? Апостол Павел учит. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Принося эти плоды добродетели, мы соединяемся со Спасителем уже в этой земной жизни, обретая внутренний мир, чтобы затем во всей полноте соединиться с Ним в вечности. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...